Здравствуйте! На прошлой зимней конференции мы говорили об одном Слове, и я полностью погрозился в Слово Бога. И пока я размышлял о Слове, пока я пребывал в Слове, я был счастлив. Вот представьте, было четыре прокаженных. В Израиле прокаженные не могут жить в городе, поэтому есть специальное место, где живут прокаженные. Если вы посмотрите фильм «Бенгур», там мама Бенгура и сестра заболевают проказою. И Бенгур идет в долину прокаженных для того, чтобы найти свою мать и сестру. И в долине прокаженных он встречает свою сестру и мать, которые заболели лепрой, и он берет их с собой и уходит из долины. Я не знал существование долины прокаженных, но через этот фильм «Бенгур» я смогу узнать, что существовала такая долина. И также эти прокаженные были в долине прокаженных. Их родственники из города приносят еду для того, чтобы они могли питаться. Также в долине Бенгур мы можем увидеть сцену, где отпускают еду. И также, когда мать и сестра Бенгура хотели взять еду, мы можем увидеть, как их прогоняют. Вот, прокаженные жили в долине прокаженных. До голода родители и родственник приносили еду. А когда сириане окружились в Самаре, тогда в самом городе не было еды, что женщины начали есть своих детей. Поэтому жители города не могли даже подумать о тех, которые живут в долине прокаженных. Поэтому прокаженные понемножку, понемножку шли в сторону города, чтобы найти еду. Но не могли войти в город. И у входа в город они проводят день, два дня. При каждом же возможности они смотрят в сторону города, ожидая пищу. Но никто не шел к ним. Никто не приносил им еду. И так, один за другим прокаженные начали умирать. Но что удивительно, однажды прокаженные начали думать иначе. Знаете, мы живем в мире времени. И мы строим план, что вот я закончу школу, потом буду заниматься вот этим, устроиться там. Но в тот момент ведь мы не закончили школу. И мы не наустроились на работу. И мы не стали зарабатывать деньги. Мы не встретили красивую девушку, чтобы жениться. Но люди ставят подобную цель и учатся. И строят планы, вот после окончания я буду заниматься бизнесом или открою свою школу. Они строят светлое будущее и идут в эту сторону. И в будущем, конечно, бывают порой несчастья, но люди все равно с надеждой ждут на будущее. Но если и подумают люди, есть разные уровни мышления. До того, как я получил спасение, я много читал романов. И мне очень нравились те выражения, которые были в романах. Есть мысли, которые появляются от короткого мышления, а есть те мысли, которые выходят из глубокого мышления. Смотрите, прокаженные, просто находясь у входа в город, думали, вот, родители и родственники могут принести нам пищу. Конечно, это возможно, когда в городе много пищи. Но когда в городе люди умирают от голода, кто захочет принести им еду. Но сначала эти прокаженные надеялись, а вдруг, на вот это. Но, а вдруг, не произошло. Но они все равно ждали и ждали. Так прошел день, прошло десять дней, и они умирали от голода. И в этот момент у них появилась мысль, которая намного глубже, чем та мысль, которая была до этого. Они говорят, что нам здесь сидеть и ожидать смерти, если пойдем в город, в городе голод. И поэтому там мы погибнем. И если мы здесь останемся, тоже погибнем. И тогда появляется третий способ. Находиться здесь – это бессмысленно. Потому что нет вероятности, что кто-то принесет им пищу. Но если же мы пойдем в Стан Сирийский, там есть пища, там много еды. И если мы пойдем туда, сможем ли мы выжить? Если мы пойдем к Стану Сирийскому, есть вероятность, что нас оставят живых, но есть вероятность, что нас убьют. И если не глубоко размышлять об этом, тогда лучше оставаться на месте, потому что там безопасно. Но пойти в Стан Сирийский же есть опасность. Но в то же время там есть пища. И поэтому намного больше вероятности, что они смогут спастись. Когда они не размышляли, они хотели находиться у города. И кажется, что там безопасность. Но в конце концов они умрут от голода. Если же они пойдут в Стан Сирийский и сдадутся, они могут убить их или же могут оставить живых. Но есть вероятность, что они смогут там выжить. Потому что в этом месте в конце концов они погибнут. Но в то же время безопасно. А в Стане Сирийском, хотя немножко опасно, есть 50% что они останутся живых. Человек, который умеет думать. В том месте, где безопасно, он все равно погибнет ведь. А пойти в Стан Сирийский, хотя кажется, что опасно, но там есть вероятность, что они смогут выжить. Именно есть такое решение в мире души. Когда четыре прокаженных находились у города, то место, можно сказать, самое удобное и спокойное для них. Потому что это рядом с родственниками. можно ожидать, что кто-то принесет еду им. А пойти в Стан Сирийский, хотя там есть большая вероятность, что они выживут, но там есть бремя. Если оставаться у города, они погибнут, а в Стане Сирийском они выживут. Но поскольку у города нет опасности, поэтому хочется находиться там, а в Стане Сирийском сразу же будет трудность, поэтому им страшно. Из-за подобных вещей люди не могут принять правильное решение. И есть сила, которая начинает действовать в этот момент. Эта сила называется Дух. В нас начинает действовать Дух. И если Дух Божий будет действовать на сердце человека, то хотя прокаженные изначально не думали пойти в Стан Сирийский, но они подумали, если мы здесь останемся, мы ведь умрем, потому что в городе голод. В конце концов, мы здесь погибнем. А если же пойдем в Стан Сирийский, там есть вероятность, что мы выживем. Если умертвят, тогда умрем, но если оставят живых, будем жить. И этим сердцем они начинают идти, Бог начинает действовать через них. Когда я внимательно читаю эту историю, и когда я рассматриваю сердце многих людей, я увидел, что многие люди согрешают из-за злого духа. Я ни разу не общался с человеком, который покушал жизнь самоубийством. Как я мог с ними общаться, когда они умерли? Те люди, которые пытались покушать жизнь самоубийством, которые хотели умереть. Но с такими людьми я много общался, часто встречал их. И я ясно видел, что их ведет злой дух. Люди этого не знают. И злой дух начинает вести, чтобы они покушали жизнь самоубийством. У нас здесь сестра Ким Джоан. Когда я впервые встретился с нею, злой дух вел эту сестру для того, чтобы она попала в ад. Я же ясно видел, что злой дух ведет ее. Но она же не знала этого. Я сказал ей, «Женщина, вы должны поверить в Иисуса». Она говорит, «В следующий раз поверю». В настоящий момент злой дух ведет ее, чтобы погубить ее. Я сам не заметил, как кричал, «Сестра, нельзя!» Она испугалась. И так она получила прощение грехов. И когда Иисус вошел в ее сердце, она оставила все мысли покушать самоубийством, и приобрела новую жизнь. Знаете, что важно? В каждом из вас есть множество мыслей. Среди них есть сердце, которое Бог ведет нас. Но также есть мысли, которые дает сатана. И очень часто люди следуют за мыслью, которые дает злой дух. Было четыре прокаженных у в городе Самарии. Никто не знает, сколько они там находились. Но факт остается тем, что никто не давал им пищу. И также они умирали. Но 4-й царь, 7-й главы 1-й стихе, человек Божий говорит, «Послушайте Слово Господне. Завтра в это время мира лучше будет посекли, две меры, чем я не посеклю». Человек Божий передал Слова Бога. А Слова Божьи обязательно сбудутся. Но сановник царя, который не знал мир Бога, «Услышав эти слова, что Он сказал?» «Даже если Господь откроет окна на небе, тогда может ли это быть?» Тогда человек Божий сказал Ему, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Вот так сказал человек Божий. Бог дал обещание Своей слуге и жителям Самарии, и поэтому он должен сделать, чтобы завтра в это время было мира муки лучше посекли, две меры, чем я не посеклю. У Господа Бога есть множество способов, и у Бога есть своя воля. И для того, чтобы мера муки лучше было посекли, две меры ячмени посекли, Бог использует сердца прокаженных. Когда прокаженные следовали за своими мыслями, им лучше находиться у ворот Самарии. Но в конце концов они додумались, что если они останутся на том месте, поскольку в городе нет пищи, они умрут от голода. И затем, о чем они говорят? «Давайте пойдем в стан сирийский». «Там есть пища». «Там много пищи». «А интересно, сириане оставят нас живых или же нас умертвят?» «Давайте мы скажем, мы сдаемся!» «Пожалуйста, оставьте нас живых!» И тогда есть вероятность, что они выживут. Итак, прокаженные начали идти в стан сирийский. Почему? Потому что Дух Божий начал вести их сердца. Это удивительное деяние. В 1962 году Господь Бог мне дал одно сердце. Сердце, которое я не могу забыть. Знаете, я учился в школе. Из-за того, что у меня не было денег за учебу, меня часто выгоняли из школы. Конечно, я должен был говорить об этой проблеме моему отцу. Но я понимал, что если я об этом скажу отцу, он будет переживать. Поэтому я не ходил домой. Каждый раз, когда меня выгоняли из школы, я шел ловить рыбу. Это очень важный момент. Потому что Петр тоже ведь ловил рыбу. И потом стал ловцом человека. Также я ловил рыбу. И в конце концов, по-моему, я стал ловцом человека. И тогда я передавал слово рыболова. Когда я не смог больше учиться в школе, Я так старался учиться в 1962 году. Набирали молодых юношей в офицеры-прапорщики. Если пойти прапорщиком, тогда ты можешь зарабатывать деньги. А в вечерних школах можешь получить образование. И я подумал, что если я там проработаю 7 лет, я смогу в конце концов закончить университет. Даже если придется учиться больше 2 года. А если я окончу университет и закончу службу, я смогу найти хорошую работу. Я искал разные способы, но это был единственный способ, поэтому я выбрал этот путь. На самом деле, поступить прапорщиком-инженером несложно. Ну, в основном, всех брали туда. Я не мог представить, что меня не возьмут в инженеры-прапорщики. Однажды пришло уведомление. Мне сказали приехать в больницу города Тегу, чтобы пройти медосмотр. И я прошел терапевта, хирурга, лог-врача. Конечно, может быть, я не был сильным, но у меня не было особенных болезней. Поэтому я не мог представить, что я не смогу пройти медосмотр. В конце я пошел к стоматологу. И стоматолог расписался на мои карточки. И я вижу, что у меня отмечено не так, как у других. Я сказал, покажите ваши карточки, и у них совсем другая надпись. И я понял, что меня не берут. Я обратился к стоматологу. Я сказал, у меня есть к вам просьба. Договорите. Вы бы не могли бы дать мне зачет. Он говорит, зачем тебе нужно идти туда прапорщиком? Рано или поздно ты пойдешь туда солдатом. Я сказал, у меня есть некоторые обстоятельства. Я вынужден пойти. Я его искренне просил. Но что сказал стоматолог? Знаешь, даже если придется мне уволиться, я не смогу тебе дать... Потому что если бы у тебя был сломан внутренний зуб, ничего страшного. А у тебя же передний зуб сломан. Как я могу тебе дать зачет? Чуть-чуть у меня был сломан передний зуб. Поэтому он не мог пропустить. И когда меня не взяли туда... Все мои планы закончились провалом. Живя в деревне, я старался всячески выжить. Но когда мой последний план был разрушен, ко мне пришло отчаяние. И моя жизнь была очень горькой для меня. Я подумал, я такой некрасивый человек. Я человек, у которого ничего не получается. И одно произошло в моем сердце. Как бы я не старался выжить в деревне... Я все, что можно пробовал, но у меня не получилось. И когда мой последний план закончился провалом, это было для меня сильным потрясением. Я не мог представить, что меня не пропустят по медосмотру. Ладно, если бы я плохо сдал экзамен. Но кроме сломанного зума у меня не было никаких проблем. У меня нет плоскостопия. Но когда меня не взяли туда, мне казалось, что весь мир рухнул. И исчезла всякая надежда. Я понял, что у меня не получается. Я понял, что если я буду следовать за своими мыслями, я потерплю крах. И эта мысль охватила меня. Но за что я благодарен? В тот момент, я не знал, но когда я прочитал Библию, я смог потом узнать. Когда мы получаем спасение, когда мы ведем духовную жизнь, то, что больше всего мешает, это мои мысли. Даже когда мы читаем Библию, если мы читаем, фильтруя слово через свои мысли, мы ничего не можем понять в Библии. Поэтому человек, который доверяет своим мыслям, читая Библию, он говорит совсем иное, не то, что написано в Писании. Это было май 62-го года. И на протяжении пяти месяцев до октября 62-го года, я ясно увидел, что что бы я ни планировал, у меня ничего не получится. В тот момент я был очень бедным, у меня не было работы, у меня даже не было копейки в кармане. Каждый раз, когда я был голоден, мы воровали яблоко, воровали хуруму, а рано утром я шел в церковь и просил, чтобы Бог простил мои грехи. Я говорил, я так много своровал, поэтому я попаду в ад. Но когда я не смог поступить в прапорский инженер, я понял, что все мои планы заканчиваются провалом. И после этого, когда я читал Библию, мои мысли уже не влияли на меня. Большинство людей, читая Библию, они не представляют, насколько сильно мешают им мысли их. И если их послушать, можно почувствовать, что их мысли влияют на них. И для того, чтобы понять истинное значение, которое написано в Писании, нужно опустошить свои мысли, нужно оставить свои мысли. Когда я читал Пасань Кремля на 3 главу 23 и 24 стихи, я ясно понял, что мои грехи уже прощены. Но ведь до этого я просил Бога, чтобы Он просил мои грехи. И порой мне казалось, как будто мои грехи уже прощены. Но Слово начало углубляться в моем сердце. Дорогие слушатели, ваши мысли и Слово Иисуса... И Слово Иисуса, оно возвращает нас от наших мыслей. Когда Иисус пришел в брачный пир в Хане Галилейском, что же сказал Иисус? «Наполните ковшины водою». «Потом отнесите распорядителю пира». Подобное слово... Подобной мысли ни один из служителей даже не подумал так. И им кажется, что это невозможно. Но люди, которые прислушиваются к Слову Иисуса... Слово Иисуса невозможно просто так принимать. «Ой, я же не должен отнести эту воду!» «Я же должен относить вино!» «С одной стороны, я понимаю, что мне нельзя относить воду!» «Иначе хозяин может меня наказать!» «Мне же нужно относить вино!» «Нельзя же относить воду!» «Так думали служители». Но что же сказала Мать Иисуса служителям? «Что Он скажет вам? Так и сделайте!» Поняли? «Что Он вам скажет? Так и сделайте!» Если бы у служителей был бы выбор, они бы не поступили бы так. Но у них не было выбора. Им сказали, что Он скажет? Так и сделайте! Что это значит? «Не надо следовать за своими мыслями!» «Что Он скажет? Так сделай!» Вот что требует от нас Библия. Бог отличается от нас. Так говорит Господь. «Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших». «Поэтому вы должны следовать за моими мыслями, а не за вашими». Но каждый раз, когда мы читаем Библию, что удивительно, «Поскольку мы нашими мыслями читаем Слово, и поэтому Сатана делала, что мы не могли войти в тот мир, который Бог приготовил для нас. И для того, чтобы войти в мир Господа Бога, есть очень важный момент. Это отрицать все мои мысли, которые появляются внутри меня. «А, нужно отнести вино!» «Нельзя же относить воду!» «Вот эти мысли нужно оставить!» «Что Он вам скажет? Так сделайте!» Так же касается человека, который болел 38 лет. Иисус сказал, «Встань, возьми постель твою и ходи!» «Он знает ведь, что не может ходить!» «Он на протяжении 38 лет не мог ходить!» «У него не получилось ходить!» «Но как Он смог встать и ходить?» «Он оставил свои мысли и тогда последовал за словом Иисуса». Это касается и слепого. Ему говорят, «Пойди к купальню селам и омойся!» Он ни разу не думал, чтобы пойти к купальню селам и умыться. Он не думал пойти к купальню селам. Но слово Иисуса вошло в его сердце. Все люди читают Библию. Но знаете, чего не знают люди? Нужно оставить наши мысли. Нужно оставить себя. И нужно принимать только Слово Бога. Поскольку эти слова не укрепились в наших сердцах, хотя читают Слово Бога, но Слово не совпадает с нашими мыслями. И для того, чтобы выразить это, Господь Бог поставил сановника. Пророк сказал, что «Завтра в мере муки лучше будет по сиклю, но для сановника это казалось невозможным». И он говорит, если бы Господь открыл окна на небе, тогда может ли это быть? И мысли сановника противоречат Слову Бога. И это касается не только сановника. Мы все являемся потомками Адама. И Адам сел плододерев в познании добра и зла. И Сатана создал понимание добра и зла, чтобы человек шел своей дорогою, формально участвовать на собрании, молятся, жертвуют, исполняют закон. Но, по сути, их ведет не Слово Господа Бога, а человеческие мысли. Знаете, за что я был благодарен перед Богом? Я думал себя несчастным. Но Господь Бог первое, что он научил, это не доверять своим мыслям. Бог показал, что если будешь следовать за своими мыслями, ты погибнешь. Что нельзя следовать за своими мыслями. Что я злой человек. Что если я последствия за своими мыслями, я погибну. И этому Господь очень ясно показал мне. Я очень часто свидетельствую об этом. Некоторые думают, пастор Успах всегда говорит об этом. Но... Знаете, почему я говорю об этом? Ответ очень простой. Чтобы и вы оставили свои мысли, потому что тогда вы сможете следовать за Словом Бога. Человеческие мысли всегда отличаются от Слова Бога. Бог сказал, мои мысли не ваши мысли. И ваши пути не пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. Смотрите, четыре прокаженных у ворот Самарии. Для того, чтобы они получили руководство от Бога, они должны были оставить все свои мысли. Они думают, если мы пойдем в Стан Сирийский, мы можем погибнуть. Но... В конце концов, только там они могут спасись, поэтому пошли в Стан Сирийский. И когда Господь его послал четырех прокаженных в Стан Сирийский, Он не уничтожил их. А наоборот, открывал путь через них. Если вы... Оставите все ваши мысли... И если вы примите Слово, которое написано в Библии... У вас формируется новая жизнь. В 1962 году. 7 октября. Я ясно увидел, что мои грехи уже прощены. И с того момента я начал читать Библию. Библия была удивительной книгой. Потому что то, что кровь Иисуса Христа очистила нас, это было истиной. Посмотрите, по словам Кремлянам, 3 главу, 23-24 стихи. Потому что все согрешили и лишены славой Божией. Когда мы читаем 23 стих, здесь написано, что мы грешники. Если же мы прочитаем 24 стих, искуплением во Христе Иисусе. Поскольку Иисус Христос умер за нас и искупил нас, получая оправдание даром, поблагодаря Его искуплением во Христе Иисусе. В результате, в 23 стихе мы грешники, а в 24 стихе мы становимся праведниками. Мы больше не грешники, верно? Потому что Бог оправдывает нас. Тогда... Давайте я вам задам вопрос. Нам больше нужен 23 стих или 24 стих? Поднимите руку, кто считает, что нам больше нужен 24 стих? О, все подняли руки. 24 стих, он важен для нас, потому что это Евангелие. Весь 23 стих мы и так знаем, что мы согрешили. Мы же грешим, правильно? Да, в 23 стихе мы лишены славы Божьей, мы должны погибнуть. А 24 стих говорит о том, что мы получили прощение грехов. Смотрите. Вот просто. Если положить перед нами 23 и 24 стих, какой из них больше нам нужен? 23 стих нам больше нужен или 24-й? Верно? 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 Но что странно. 23 стих и 24 стихи, они написаны вместе, а между ними нет других слов. Но послушайте внимательно. Многие люди сегодня знают послание к Римлянам 3 главу 23 стих, но не знают 24 стих. Странно ведь, правильно? Ведь нам нужен 24 стих. Ведь наша надежда появляется, когда мы читаем 24 стих. Они находятся рядом. И мы их читаем вместе. Но когда читают 23 стих, они говорят, да, я грешник. Если прочитали 23 стих, значит они прочитали 24 стих. А 24 стих говорит, что мы оправданы. Ура! Господь Бог нас оправдал! Но многие люди не знают этого слова. Многие пастора, многие христианские лидеры, многие теологи, даже человек, который написал лекцию по книге и посланию к Римлянам, никто не говорит о 24 стихе. И все продолжают называть себя грешником. О чем я хочу сказать? Наши глаза как будто закрыты. Закрыты перед 24 стихом. А читая 23 стих, говорят, что они грешники. 24 стих говорит, что Иисус уже искупил нас. И написано, что получая оправдание, даром поблагодарите Его. Сегодня многие церкви, если бы они знали 24 стих, они бы не говорили, что они грешники. Аминь. Аминь. 23 стих тоже Слово Бога. Но также 24 стих – это Слово Бога. И Бог говорит, получая оправданный даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Во многих местах Бог сказал об этом. Но почему же сегодня многие христиане говорят, что они грешники? Сатана закрыл их глаза. Видно? Что я держу? Попробуй угадать, что это? Библия. Он как будто слепой. Если закрыть глаза… Попробуй угадать, что у меня в руке? Библия. Что это? Если закрыть глаза, невозможно увидеть. Также Сатана закрыл глаза нашей души. Господь Бог помиловал меня. И меня не взяли в инженеры техники. И ко мне пришло отчаяние. И в тот момент я подумал, что в результате того, когда я следовал за своими мыслями, был только провал. И я понял, что у меня ничего не получится. Что я потерплю крах. И что мне нельзя следовать за своими мыслями. Это сердце формировалось во мне. И это было так удивительно. И я был так благодарен за это Богу. После этих событий. Я учился в техникуме в Сеуле. Потом сделал ошибку большую. Потом разносил газету. Но, знаете, можно было дальше работать. Использовал свой способ, и начались проблемы. Потом меня не взяли в инженеры техники. Мой дядя хотел забрать меня в Японию. И я планировал поехать в Японию. И помню, я изучал японский язык. И почти я мог свободно говорить на японском. Сейчас, конечно, все забыл. Но все мои планы закончились провалом. От 1 до 10 все мои планы сначала казались возможными, но закончились провалом. И вывод, который я сделал себе, это что если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. И знаете, каким я человеком стал с того момента? Я не другому человеку. Именно я не мог признать самого себя. Как другие на меня смотрят, это не важно. Но я понял, что я плохой человек. Злой человек. Ужасный человек. Лжец. Человек, у которого ничего не получается. Человек, который следует за мыслями и терпит только провал. Вот это я ясно увидел. Именно поэтому у меня открылись глаза, которые могли увидеть слово Бога. Когда я читал Библию, слово говорит, что мои грехи прощены. Говорит, что мои грехи уже омыты. Свидетельствует это Бог. Вот, посмотри, здесь слово говорит, что мои грехи омыты. Ничего себе! Бог сказал, а не я говорю. С того момента Господь Бог во мне начал открывать пути. В нашей церкви был один учитель, который хорошо владел английским языком. В те годы он очень хорошо говорил по-английски. Но никто ведь не понимает его. И никто не знал, он хорошо говорит по-английски или плохо. Но однажды он поехал в Тегу к миссионерам. И сказал, давайте я буду бесплатно вас переводить. Итак, он начал переводить. А чем же занимались миссионеры? Для христианства Кореи они открыли миссионерскую школу. И господин Шим, который переводил миссионеров, он сказал нашему пресс-фиктору о том, что вот открыта миссионерская школа и нужны учащиеся. А пресс-фиктор жил от нашего дома где-то в 30-40 метров. И мы часто с ним общались, и я к нему ходил в гости. Однажды я сказал, о, господин Пак, подойди ко мне. Да, пресс-фиктор, что случилось? Чем ты занимаешься, он спросил. Я сказал, ничем. Хочешь поступить в миссионерскую школу, спросил у меня. Я спросил, а чем там занимаются? Слушай, это школа, которую открыли американцы. Там дают шоколад, будешь пить кофе. Поскольку у меня не было жизненных путей, когда я получил прощение грехов, я поступил в миссионскую школу. Мне нужно было пойти в школу, но не было одежды. И сестра пошла на рынок и купила курточку. И я прошел собеседование. И потом я вернул эту одежду. И братья миссионской школы мне сказали, «Ой, брат Пак, у вас была такая смешная куртка в первый день. А все-таки деревни Сонсан жили хуже, чем в городе Тэгу». Когда я начал читать Библию, все мои знания, мою веру я оставил в сторону. И я начал видеть Слово Бога. Что удивительно. В сотни местах, во многих местах было в Библии написано, что мои грехи уже омыты. И сердцем я теперь мог сказать, «Такой грешник, как я по благодати Господа спасен и могу стоять праведным перед Богом». Раньше я пел «Кровь Иисуса я омыт», а в сердце говорил «Нет, я грешник». Но когда я получил спасение, это было удивительно. И с того момента я мог чувствовать, что Дух Господа Бога, который был в Иисусе Христе, ведет меня. Читаю уже ту же книгу Библию, но то, чем вы меня учили ранее. И я в Слове мог увидеть Слово, которое отличается полностью от моих мыслей. А также и моя жизнь начала меняться. Когда я встречаю многих служителей, я вижу, что они говорят то же, что я говорил до спасения. «А, вот как нужно говорить». И это поменяло мое слово. Однажды в Гонконге я проводил лагерь. И около 1150 служителей из Китая приехали к нам на мероприятие. Я закончил лекцию. И один ректор теологической школы поднял руку и задал мне вопрос. Он говорит «У меня есть вопрос». Я говорю «Говорите». Он сказал «Теологи говорят, что вопрос спасения очень сложный». Пастор, вы же очень просто объясняете. По-моему, это неправильно. Это был такой интересный вопрос. Я сказал «Вы что только об этом узнали сейчас?» Пастор, вы неправильно знаете. Не только вопрос спасения. Но все слово, как написано в Библии, оно сложное. Почему? Потому что это слово Бога, а не наши слова. Например, человеку, который болел 38 лет, сказать «Встань и ходи!» Ему сложно это принять или не сложно? Или Лазарь, который умер и уже смерзит, сказать «Выйди из гроба». Ему будет сложно или не сложно? Или слова Иисуса, который говорит, что «Пьющи воду мою, не вожажь за два века». Это сложные слова или простые? Все, что написано в Библии, оно сложное. Но, пастор, знаете, почему понять Библию сложно? Вы не знаете об этом, да? Да, я думаю, что вы не знаете. Но ответ очень простой. Оно сложное. Поэтому, говорит, не надо толковать Библию, надо верить в Библию. Поэтому я просто поверил. Когда мы пытаемся толковать, сложно. Если Бог говорит, что мы оправданы, надо верить, что мы оправданы. Если Он говорит, что мы освящены, значит, надо верить, что мы освящены. Но в наших мыслях это трудно принять. Вот в чем трудность. Бог говорит, что мы святы, а нам кажется, что мы грешники. Из-за этого не получается вести духовную жизнь. Когда я смотрю на себя, я грешник. Но если Бог говорит, что мы оправданы, надо просто верить, тогда не будет ничего сложного. Все 1150 человек сказали «Аминь». И этот пастор, который задал вопрос, получил спасение в тот вечер. И он полностью поручил теологическую школу свою. Я был благодарен перед Богом. Есть наши мысли, и есть мысли Бога. Сановник царя, он верил в свои мысли, и поэтому утверждал свои мысли. И говорит «Если бы Господь и открыл окна на небе, разве может быть это?» Тогда четыре прокаженных, они услышали и приняли голос Бога. «Пойдемте встань, сирийский». Там есть пища. Там есть много еды. Хотя бы запах хочу почувствовать. Если повезет, мы будем есть. Пойдемте. Они встали и начали идти в стан сирийский. И пока шли... Четыре прокаженных, они же не здоровые. И несколько дней голодали. Поэтому падали. Да, кто-то не мог встать. Один прокаженный говорит. «Ой, друг, прости, пожалуйста, но я больше не могу идти. Я хотел вместе с тобой пойти, но у меня больше нет силы идти». «Друг, о чем ты говоришь? Если умрем, умрем вместе. Если будем жить, будем жить вместе. Я помогу тебе идти. Вот, буду тебя поддерживать. Надо идти вместе. Давай хотя бы издалека посмотрим на еду. Ты сможешь идти? Пойдем, друг». «Ой, я больше не могу. Что ты говоришь? Если я говорю, пойдем, надо идти. Я же тоже человек. Как я тебя могу оставить? Пойдем вместе. Что ты говоришь? Мы же люди. Пойдем. Все, давай. Ничего не говори лишнего. Иди». И так они пошли, шли. И Господь Бог начал действовать. Я до сих пор не могу понять, как Бог сделал, что сириане послышали стук колесницы. Ой, слышали лошадей. Да, стук колесницы. Голос большого войска. Для Бога это несложно. Сириане сделали ужин. Приготовили суп армейский. В Корее есть суп армии. Там есть сосиска, мясо. Я часто туда кладывал лапшу и ем. Иногда у нас столовые готовят этот суп. Я говорю, положите туда лапшу. И так вкусно получается. Знаете, у меня хороший аппетит. Сириане услышали стук колесницы, лошадей. И они сказали, что это за звук? И посмотрели вдаль. И из темноты доносится звук большой армии, стук колесницы, лошадей. Всегда есть умный человек. Да, и умный этот человек говорит. А, это точно. Царь Израильский нанял войско из Египта и идет против нас. В то время Египет был сильным государством. И если будет сражение, все ведь погибнут. И все начали убегать оттуда. Интересно, и ослиц, и лошади оставили. Они теряют вещи. Никто даже не думает взять их с собой. Четыре прокаженных дошли до стана сирийского. Они говорят, ой, простите нас, но мы пришли, чтобы сдаться. Мы сдаемся. Вот, мы подняли руки. Но тишина. Открыли шатер и вошли. А там суп кипятится. Ничего себе, это еда? Это еда! Можно есть? Ладно, давайте поедим. Если убьет, тогда умрем потом. Но съедим сейчас. Съели и спрятали золото и серебро. И так удивительно Диане они увидели. Сначала они ели, прятали, а потом сказали. Не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то упадет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И так они пошли. И мера муки лужи стала посиклюю. Две меры ящими не стала посиклюю. Эта история показывает нам духовную жизнь. Все наши мысли мы должны ставить в сторону. И даже если я добрый, и наоборот, даже если я злой, все наши осуждения мы должны ставить в сторону. Я часто рассказываю, как я встретил президента из Ганы. Сам президент чувствовал, что им осталось немного. Он сказал, «Я жил хорошую жизнь, однако у меня есть грех». Я спросил, «Господин президент, откуда вы узнали, что у вас есть грех?» На это он сказал, «Я же ведь согрешил, поэтому я грешник». Но я сказал, «Не так». Он был удивлен. Я продолжил, «В какой стране сам преступник осуждает себя?» «Господин президент, хотя вы президент?» Но не вы должны выносить приговор. А кто должен вынести приговор? Бог должен вынести приговор. А вы когда-нибудь читали приговор Божий по отношению к вам? Есть такой приговор? Конечно, господин президент. А где этот приговор? В Библии. Хотите увидеть? Он сказал, «Да, я хочу увидеть». Я прочитал ему к римлянам 3 главу 23-24 стихи. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, поблагодаря его искуплением во Христе Иисусе. Что же говорит Бог? Он говорит, что «Господин президент, вы оправданы». «Господин президент Джон Атамильс, Бог говорит вам, президент Джон Атамильс согрешил и лишен славы Божьей. Но поскольку Иисус Христос на кресте искупил вас, Бог говорит, что вы оправданы, господин президент. Если Бог оправдывает вас, вы оправданы. Вы должны благодарить Его. Бог говорит, что вы оправданы. И мне Он говорит эти слова. И говорит первая леди и вашему врачу. И в это мы должны верить. Спасибо. Такими простыми словами ничего нам не нужно делать. Мы должны увидеть истину и веровать, что мы омыты. Тогда мы получаем прощение грехов. Я благодарю Бога, что дал такую благодать. и я получил простым образом спасение. И с того дня Господь Бог ввел меня каждый день. Каждому из вас Бог говорит, что вы оправданы. Это были одинаковые слова, которые написаны кремлянам в 3 главе. Неважно, что вам говорят ваши мысли. Оставьте ваши мысли и принимайте Слово Бога. Бог говорит даром по благодати, поручая оправдание дара. Бог говорит, что мы получили оправдание. Я славлю Господа Бога. Спасибо тебе, Господь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok